С наступлением нового учебного года военно-патриотическая эстафета «Салют Победе» продолжила свое шествие по городским и сельским поселениям нашего района. На этот раз торжественный митинг прошел у памятника воина, погибшим в Великой Отечественной войне в сельском поселении Барвихинское. Пока мы живы, мы помним и будем помнить наших героических защитников, защитников нашей Родины, защитников города-героя Ленинграда. Огромное спасибо всем тем, кто вот эту память держит, кто нашим ребятам рассказывает о тех грозных днях войны. Масштабная акция в этом году посвящена подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда. По этому поселению были переданы символы тех времен. Копия знамени Победы, водруженного в мае 45-го над Рейхстагом, и репродуктор. Эстафета «Салют Победе» стала уже визитной карточкой нашего района. И все это ради того, чтобы младшее поколение не забывало подвиг своих дедов. У меня дедушка Филипп, Меркулов Филипп, он участвовал во Второй Великой Отечественной войне. Погиб, когда кинули бомбу с самолета. И мы каждый год на 9 мая несем память и чтим. У меня воевала прабабушка по папиной линии. Она была зенитчицей где-то на линии фронта. Только они не сбивались с самолета, а сообщали откуда, сколько их, какие марки самолетов и на какой высоте. Тяжелые блокадные времена уже считаются давно минувшей историей. Но есть еще среди нас люди, которым сложно забыть те страшные годы. В Одинцовском районе проживает 89 ветеранов-блокадников. Они состоят в общественных организациях и ведут активную работу со школьниками. Город находился в полной блокаде. Только с воздуха могли помочь. Но люди пережили и это. Самое страшное было то, что не было дороги, не было сообщений. Мы вытыкались о мертвых, застывших на снегу. Страшная была зима, но город не сдавался. На протяжении недели в образовательных учреждениях барвихинского поселения пройдут военно-патриотические мероприятия. Это встречи с ветеранами, концерты, тематические выставки и митинги. Следующим поселением, которому передадут символы победы, станет лесной городок. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Денис Харламов, телекомпания Одинцова.